Ну что же, настало время последнего доклада, доклада для самых стойких. И этот доклад у нас будет посвящен более подробному рассмотру мобильных приложений Аргиз по сравнению с тем, что было сказано в пленарном докладе. Мобильные устройства открывают поистине широкие возможности, как и для работы в полевых условиях, так и для каких-то дополнительных исследований. Их применение довольно-таки уже широко распространяется. И мы рассмотрим на примере нескольких приложений, какие у нас могут быть рабочие процессы при использовании некоторых функций. Самым главным плюсом использования мобильных приложений в целях сбора данных является единая централизованная база геоданных. Конечно, можно создавать таблицы, заполнять данные вручную, но потом необходимо будет тратить дополнительное время, сверять данные, не потерять их. Все эти проблемы может решить единая база геоданных. И плюс ее заключается в том, что она довольно-таки открыта для разных устройств. Ну, что я имею в виду, вы можете скачать этот сервис объектов и работать с ними. После этого синхронизировать ваши данные и отправлять их в новый сервис. При этом никакие изменения не будут утеряны и потеряны. Существует несколько примеров, несколько приложений для сбора данных. Сегодня во время пленарного доклада был у нас разговор о сервис 1.2.3, позволяющий нам проводить опросы с использованием форума, в том числе с настройкой разных вопросов. И еще одним плюсом этого приложения является то, что доступен исходный код, который можно доработать для своих нужд. Более ранним приложением, вероятно, вы многие уже либо работали с ними, либо имеете представление, является коллектор ForArgis. Чем он отличается от сервера? Это в том, что у нас в сервере все основано на форуме, и какие-то можно точно делать обзоры. А в коллекторе больше внимания уделяется именно пространственным свойствам. То есть вы можете добавлять данные любой геометрии, это могут быть и точки, и полигоны, и линии, все что угодно. И бонусом является то, что совсем недавно вышла версия, в которой вы можете добавлять внешние устройства, которые позволяют для мобильных устройств, либо для планшетов, увеличивать точность позиционирования, что может быть довольно полезно при работе в истинных полевых условиях, где нет ни вышек, ни чего-то еще, что может нас как-то геопозиционировать. Еще хотелось бы рассказать о готовых инструментах, которые позволяют нам полноценно вести полевую работу. Это такие приложения, как навигатор ForArgis, он позволяет строить маршруты. В настоящее время он позволяет выбирать, например, некоторые точные объекты, и между ними довольно-таки неплохо проводить маршруты. Ну и сейчас Александр частично рассказывал о панелях мониторинга. Вот такой тоже пример можно применять и в мобильной работе с данными. Это реализуется с помощью приложения Operation Dashboard. И здесь на этом слайде перечислены все основные особенности существующих приложений. Хотелось бы еще сказать, что их все можно соединить с еще одним приложением. Это приложение называется Workforce forArgis. И чем оно отличается от всего предыдущего? Тем, что мы можем с вами назначать некоторые задания, следить за статусом их выполнения и также планировать выполнение разных полевых работ, что позволяет нам не только заниматься сбором данных, но также еще и контролем. Ну и хотелось бы сказать еще пару слов о PubStudio forArgis. Это конструктор, который позволяет нам создавать приложения для мобильных устройств, но уже не веб-приложения, а, ну как в предыдущих примерах было рассказано, про WebBuilder, про другие еще и способы. Но в данном случае мы говорим о нативных приложениях, которые устанавливаются на устройство и могут быть использованы вместе с ним. Ну, перейдя от теории к практике, мы можем с вами рассмотреть следующий кейс. Сейчас я нахожусь, кстати, на сайте Workforce, который сейчас находится в режиме бета-тестирования. И я создала проект, который у меня будет посвящен мобильному сбору геологических данных. Ну, можно посмотреть настройки некоторые. Я здесь имею доступ к картам, которые доступны только диспетчерам и рабочим, лицам, которые будут заниматься непосредственно сбором данных. Сейчас карта у нас загрузится. Так. И приблизимся к этой территории. У меня вот здесь есть некоторая информация по статусу выполнения заданий. В принципе, об этой информации мы с вами поговорим еще несколько позже. Я могу видеть, сколько у меня пользователей вообще участвуют в этом проекте, могу назначать их самостоятельно. Вижу, сколько заданий сейчас в разработке данных. Помимо вот этих заданий мы можем, ну, просто определенного задания, мы можем выделять некоторые типы, либо проводить, например, сбор образцов, либо проводить дополнительные обследования. Можно создавать собственные какие-то виды исследований и потом среди них выбирать таким образом, поддерживая выбор разной структуры. Помимо этого мы можем с вами добавить разных членов организации и в том числе назначать им роли. Это могут быть либо руководители, либо полевые работники. Ну что ж, мы можем, в принципе, открыть с вами этот проект, посмотреть, что тут у нас есть интересного. Ну, в наличии есть топографическая карта. И здесь есть несколько данных в районе Ямало-Ненецкого автономного округа, например. Здесь мы можем добавить новые какие-то задания. И для этих заданий необходимо выбрать тип, которые мы задали несколько ранее при заполнении свойств для нашего проекта. Ну, можем выбрать, например, дополнительное обследование, отметить точку на карте, которая соответствует тому месту, куда нужно отправиться, назначить при этом статус выполнения задания, точнее, более верно будет сказать его важность. Либо она может быть низкой, может быть критической. Критически важные сообщения появляются в первую очередь, горят красным знаком и оповещают работника о том, что их нужно сделать прямо сейчас. Можно поставить дату выполнения в любом виде, задать ID для работы, добавить определенные вложения, например. Помимо назначения этих заданий мы можем с вами провести сортировку либо по выполнению, либо по очереди, по приоритету и по тем лицам, которым назначены наши задания. После того, как мы задаем необходимые установки, можем приблизиться к определенному местоположению, увидеть, кто ответственный за выполнение этого задания. Видим, что у нас здесь стоит критический статус. И сейчас мы можем с вами посмотреть, что видит в этот момент человек, находящийся в поле и выполняющий обследование. И сейчас мы с вами переключимся в другой режим. И на мобильном устройстве у нас здесь есть несколько приложений, мы о них ввели речь несколько ранее. Здесь есть и Workforce, который мы сейчас применяли, и Collector, и Server 1.2.3, и также AppStudio. Начнем мы, пожалуй, с Workforce, потом перейдем к Collector. У нас здесь есть несколько заданий. Мы можем, кстати, свой статус выполнения работы отметить. Либо мы сейчас работаем, либо мы на перерыве, либо вовсе не работаем. Это будет отмечаться у диспетчера. Ну и после этого мы видим, кто нам назначил эту задачу. Можем получить контактные сведения от диспетчера. И при возникновении необходимости мы можем переключаться между нашими заданиями и принимать, либо не принимать задачу, и при этом еще отправлять сообщения, свидетельствующие о том, начинаем ли мы работу над этим процессом, либо нет. Ну и хотелось бы сказать, что все эти приложения, они связаны друг с другом, поэтому при работе мы можем использовать либо сервер, либо коллектор. Для этого нам не нужно будет открывать новое приложение. Мы всего лишь выбираем нужную нам характеристику, ну, для разнообразия и для того, чтобы показать разную геометрию, мы выбрали коллектор. Карта на мобильном устройстве сейчас сохранена в настоящий момент. Ее можно также использовать онлайн, но работа в режиме офлайн поможет нам попасть в труднодоступные места и проводить успешную работу здесь. Для этого создается кэш в виде подложки, загружаются все сервисы и до того момента, пока не произойдет обновление, мы можем спокойно работать. Ну и сейчас мы с вами приблизимся к некоторым объектам. Для этого нужно будет открыть карту. при открытии карты нам доступно несколько компонентов. Это самобазовая карта, которую мы загрузили и также некоторые точные объекты. На самом деле здесь есть и другие сервисы, но о них мы поговорим чуть позже. При просмотре заданий мы можем с вами открыть свойства одного из этих точных значений, которые указаны в виде ромбов. Мы видим с вами координаты этого местоположения, увидеть, какой образец у нас там есть и также прочитать характеристики, которые необходимо заполнить при каждом полевом обследовании. В том числе доступно включение вложений. И дальше мы можем переместиться к требуемому нам месту и добавить новые значения для именно этого местоположения. Здесь у нас также настраивается точность сбора. При использовании внешних устройств она может быть увеличена. и мы можем добавить вложения при необходимости. Также еще помимо этого мы можем заполнить все поля. Сейчас поставили точку. И при заполнении полей мы также руководствовались некоторой логикой. Ну, номер образца пусть у нас будет 15, например. Также можем сюда добавить некоторую информацию об описании образца. Но это у нас обследование, обычное, без дополнительных характеристик. А вот здесь мы уже применяем структуру базы геоданных, точнее ее поведение. Здесь мы заранее достроили домен, который был опубликован вместе с сервисом объектов. Это позволяет нам выбрать один из подходящих вариантов, при этом не совершив ошибок при печати данных и просто упростив работу при полевых условиях, когда печатать не очень удобно. В том числе можно заполнить текстовые другие поля. И при выполнении такого обследования у нас появляется необходимая синхронизация. Она отмечена здесь красным кружком. После запуска такой синхронизации все наши данные отправили на сервер, и они сейчас автоматически уже, в принципе, обновлены. И для того, чтобы можно было продолжить работу, нам необходимо вернуться в Workforce, потому что мы работу начали именно там, и поставить статус на «Законченный», что также отобразится в панели мониторинга для диспетчера. Ну, в результатах хотелось бы показать пример использования Operation Dashboard, тоже приложение, которое может быть установлено на настольный компьютер, где мы можем собирать разные виджеты. И, поскольку я говорила несколько ранее о других еще классах объектов, добавлю тектонические сведения. И здесь мы можем также посмотреть, какие свойства у нас характерны для этих местоположений, и при необходимости уточнить их контуры точно так же, как при работе с точками, либо с линейными объектами. Ну, здесь мы видим всю статистику по тем породам, которые у нас встречаются в определенном местоположении. Также мы в качестве поведения настроили приближение и подсветку, что мы сейчас можем наблюдать. И теперь нам нужно будет выбрать просто свойства для одного из точных объектов. И, кроме того, что у нас в виджете с описанием доступны все текстовые характеристики, также мы сюда подключили возможность добавления графических данных. Ну, в данном случае это картинки. Картинки, которые были получены при полевых обследованиях, например. Ну, также в качестве примера мы используем запрос по атрибутам, по тектоническому комплексу. При этом комплексы мы точно так же, как и предыдущие вариации, настроили с помощью доменов. И такую длинную информацию быстро не напишешь, поэтому гораздо удобнее выбрать подходящий вариант и выполнить запрос именно по нему. Вот. И результаты этого анализа мы можем показать с вами. Вот они здесь выявились синим цветом. Можем к ним приблизиться. И также мы можем продолжать работу именно в этом местоположении. На данный момент можно сказать, что мы подошли к завершению демонстрации по этому докладу и к концу всего доклада. Но хотелось бы сказать, что мобильное приложение можно использовать в любой комбинации, в любой вариации друг с другом. Все зависит от ваших задач. И при возникновении интереса мы будем рады помочь подобрать вам подходящее решение. Спасибо.